Медиагруппа «Авангард» представляет Наш киберцентр создан на базе нашего учреждения в 2015 году по становлению правительства. На текущий момент осуществлено подключение ГОСОПКО в рамках пилотного взаимодействия. Заключено соглашение с НКЦКИ. Подписано соглашение о взаимодействии Финцерт, СОВАР Секьюрити, ГКУ ЦИД города Оренбурга. Состав центра 13 человек. Первая линия работает в режиме 24 на 7. Вторая линия – это три специалиста. Это анализ защищенности, аналитик, администратор и средств защиты. Третья линия – главная аналитика и методолог. Схема систем защиты. Довольно-таки простая. Это аттестованный контур киберцентра, состоящий из серверной части со средствами защиты, а также автоматизированных рабочих мест сотрудников. К киберцентру подключается в первую очередь технологическая площадка с размещенными государственными системами, хостинговая площадка, а также площадки органов власти с размещенной на них системной обнаружения и вторжения. По защищенному каналу связи производится подключение к ОСОПКО и РСНЕТ. Основные средства защиты – это сканеры, сетевые, веб-приложения, исходного кода приложений, песочница, TI, CM, IDS, IPS, UTM, SKZI, антивирус в консоли управления, СЗИ от NSD, сервер безопасности, средства защиты среды виртуализации, веб-аппликейшн, Firewall и прочее. 2018 год запомнился знаковым событием – чемпионата мира по футболу. С целью усиления нашего центра мониторинга был заключен контракт Solar Security. За время чемпионата совместно с Solar было зафиксировано более 3 миллионов событий информационной безопасности 14 площадок в Самарской области, нейтрализованы 72 реальных инцидента высокой критичности. За 2019 год было обнаружено и нейтрализовано около 7 тысяч инцидентов информационной безопасности, заблокировано более 12 тысяч IP-адресов на нашей технологической площадке. Наиболее популярны зафиксированные атаки – это эксплойты, SQL-инъекции, сканирование ресурсов, Бортфорс и иные. Более 55% событий являются высококритичными. Также нами произведено 235 сканирований различных веб-приложений – это сайты и порталы информационных систем. Выставляются рекомендации по устранению уязвимостей. По результатам уязвимостей, аналитики, атак, я лично пришел к выводу, что необходимо проверять качество исходного кода наших систем. Разработчики не знают, что существуют методы безопасного программирования и даже утверждены несколько ГОСТов. С этого года мы начали практику сканирования исходного кода на уязвимости контролируемой исполнителями. На первых порах они возмущались, но после общения и демонстрации косяков замолкали и уходили анализировать. Собственно, на слайде пример. В открытом виде, не стесняясь, разработчик указал логин и пароль. Даже подписал свой костыль. Еще и с ошибкой. Планов довольно-таки много, и реализация зависит от множества факторов. Это размещение ресурсов органов власти, государственных систем, с ПДН, с серверной мощности в нашем аттестованном центре обработки данных. Централизованное управление средствами защиты органов власти и операторов государственных систем. Размещение IDS в органах власти и подключение к нашему центру мониторинга. Введение единой политики информационной безопасности в правительстве Самарской области во главе с Центром компетенции, региональным центром кибербезопасности. Типовая схема, приведенная на слайде. Обязательно необходимо с каждой площадкой заключать соглашение, в котором утверждаем схему подключения IDS, определяем ресурсы и степень критичности, определяем SLA. Определяем также зоны ответственности. В первую очередь, это органы власти и операторы государственных систем. Это не всегда органы власти. То есть оператором системы является и подвесное учреждение. Далее МФЦ, АМСУ по мере выделения финансирования. И переходим к самому важному и главному. Проблематика. Проблемы огромное количество. Выделил небольшое из них. Обо всем более подробно далее. Фактически, из 13 человек, постоянно работающих в состав Центра, это 7 человек. Так как 8 человек дежурная смена, одновременно в смене находятся 2 человека, плюс 5 специалистов вместе с руководителем группы. Согласно рекомендации опытных специалистов СОК, состав Центра мониторинга должен быть не менее 27 единиц. По моим личным подсчетам, для осуществления мониторинга большей части ресурсов правительства Самарской области в соответствии с методикой построения вездных центров требуется не менее 34 специалистов. Это выделенные специалисты на каждое средство защиты, группа аналитиков и прочее. Болезненный вопрос – это образование. Через меня за прошедший год прошло более 50 студентов, практикантов, дипломников и выпускников. И у всех у них слабая подготовка и недостаточное знание. В ВУЗах нет курсов по нашей тематике. СОК, ГОСОП, КИИ, защита, СУТП. Министерство образования, кстати, в сентябре этого года внес на рассмотрение новый проект учебных программ. Но вышеуказанные темы все равно в них не добавлены. И даже если сейчас добавят курсы в учебную программу, то данный специалист выпустится в лучшем случае через 5 лет. Учебная программа быстро устаревает и не успевает за текущей обстановкой и тенденциями. Студенты получают абстрактные знания, много математики, физики. Они, безусловно, нужны. Но выпускники не знают, как реализуются угрозы, как они могут строить систему защиты. Чтобы защищаться от нарушителя, надо думать как нарушитель и в какой-то степени быть им. Увидев атаку, специалисты информационной безопасности не поймут, что это атака, так как не знают, как она реализуется. Получается, что специалисты, которые что-то понимают в теме информационной безопасности, являются самоучками, так как вузы этому не обучали. Многие необходимые и важные курсы по улучшению квалификации не согласованы с АВСТЭКой и ФСБ. Пример. Я прошел этим летом курсы на пентестера и получил диплом о повышении квалификации. Но так как курс не согласован со АВСТЭК, АВСТЭК считает, что я не прошел повышение квалификации. Получается, мне надо было выбрать неактуальный для меня курс по СПДН, который согласован со АВСТЭК. Ведя бакалавриат, открыли ящик Пандоры. Бакалавры думают, что получили высшее образование и не собираются идти в магистратуру. Но им никто не объяснил, что в государственном учреждении не предусмотрены рабочие места под них. А большинству коммерческих организаций в принципе все равно на образование. Они могут взять и устроить человека без диплома. Магистры учатся по полтора дня в неделю. Это полдня пятницы и суббота. Чему можно обучиться за такое короткое время? По мне так это трата времени. По своей сути мы и являемся той самой магистратурой, которая обучает недоученный бакалавров. Известно, что сейчас большая нехватка специалистов информационной безопасности. Но если посмотреть, сколько выпускников идут работать по специальности, то поймете, откуда дефицит. Вот выпускница с красным дипломом была у меня на рецензии. Но работает в данный момент официантом. Только потому, что там больше платят. Работают кем угодно, но не специалистами информационной безопасности. Вчерашние студенты приходят и устраиваются на работу сразу с амбициями суперспециалисты и требуют зарплату кратно выше той, что мы можем предложить, не имея при этом никаких знаний. Требник стажа такие, которые далеки от реальности. Откуда получить специалистов СОКО со стажем 3-5 лет, если этому не учат до сих пор? И сама тема СОКО появилась относительно недавно. Только 5 лет, как эта тема развивается, а уже должны быть специалисты с таким опытом. Профстандарты мои любимые. С 1 января во всех государственных учреждениях профстандарты обязательно, причем не только в области информационной безопасности. Тех самых бакалавров без стажа я могу взять только на инженера 2-й и 3-й категории, а в ряде случаев только на техника. Со стажем 1 год и более максимум только на инженера 1-й категории. На ведущего, главного и тем более руководителя я могу взять только магистра и специалиста. Получается, чтобы организации не получить штрафы от трудовой инспекции, мне необходимо уволить около 10 человек и каким-то чудом найти профессиональных специалистов вместо них. Мы рассмотрим абстрактную вакансию на хэдкантере аналитика информационной безопасности. Как всегда, зарплата не указана, огромное количество требований, стаж 5 лет, ну, по сути, это пентестер, да, с глубокими знаниями, там, и наличие сертификатов и прочее. Как вы думаете, сколько должен получать, какой зарплату должен получать данный специалист? Ну, отвечу за вас. Ну, в Москве, допустим, данный специалист будет получать 150-200 и до бесконечности. То есть это начальная стоимость этого специалиста. Так вот, спустимся в реальность. И все было бы хорошо, если бы вот эти цифры были белорусские рубли хотя бы. Тот самый аналитик в нашем случае – это главный инженер. Можем посчитать ее зарплату. Берем 33 оклада в год, делим 12 месяцев, вычитаем ДФЛ и получаем 35,5 тысяч рублей. Это максимально возможная зарплатная плата данного специалиста. Надо понимать, что в стране практически не осталось альтруистов, готовых работать за спасибо. Низкий уровень зарплаты является угрозой информационной безопасности. Причем это относится не только к информационной безопасности. Человек не может качественно выполнять свою работу и стремиться что-то улучшить, когда он думает о том, как ему заработать на хлеб с маслом. Тут как в анекдоте. Что должен делать специалист зарплатой 13 тысяч рублей? А ничего, и даже немножко вредить. Мы тратим огромное количество денег на средства защиты, но забываем, что самым слабым звеном в информационной безопасности является человек. Бакалавров, согласно профстандартам, я не могу повысить до ведущего, главного специалиста. То есть они остаются на уровне инженера первой категории. В лучшем случае, опять же, там еще ниже есть второй, третий, техники. Но их это не особо расстраивает. Уходит, как советовали в бизнес, на зарплаты кратно выше. Зачем ему магистратура, собственно? Можно предположить, что идет снижение текучки в нашем учреждении, но на самом деле мы стали набирать менее кульфицированные кадры, иногда с неоконченным высшим образованием, чтобы заткнуть дыры. За то время, пока я готовил доклад, уволилось пять человек. Еще несколько на подходе. С такой текучкой невозможно строить долгосрочный план и заниматься развитием центра. Средства защиты – это вообще тема отдельного доклада. Тут я все не смогу рассказать, поэтому некоторые такие тезисы от меня. Все указанные средства защиты, но кроме Web Publication Firewall, не имеют на текущий момент профиля защиты для сертификации. В лучшем случае они сертифицированы на НДВ, по техническим условиям, которые разработчик сам предъявляет. Сертифицированные средства слабо пригодны для эксплуатации. Приходится использовать несертифицированные сборки. Вопрос, каким образом их проверять при сертификации. По первому типу здесь представлены средства защиты. Бытует мнение, что для этого типа требуется программист со знанием информационной безопасности, а не ИБшник со знаниями программирования. Но я не имею права найти такого специалиста, потому что профстандарты, как вы помните. Не все средства защиты имеют юзер-френдый интерфейс. Например, возьмем CEM. Чтобы получить данные для аналитики, требуется писать целые функции на специфичном языке конкретного вендора, вместо того, чтобы сделать несколько кнопок стандартного фильтра. И уже аналитик будет работать с конкретными данными, а не заниматься программированием. Про Web Application Firewall. Чтобы включить веб-приложение в разрыв WAV, надо четко понимать, какие запросы легитимны, иметь их описание, которых, собственно, не у каждого имеется. Это достаточно сложный процесс. АРП и ТИ. Ну, тут необходимо иметь целую группу аналитиков. Ни один, ни два, а желательно человек пять, которые могли бы устроить долгосрочные какие-то планы. Перейдем дальше. Известный факт, что в лучшем случае процесс выделения денежных средств занимает 9 месяцев. За это время можно зачать и родить ребенка, а иногда, если Минфин несколько раз отклонит заявку, то еще и воспитать его. Рассмотрим схема построения госсопка. Согласно логике построения госсопка прослеживается тройственность относительно территориальных уровней и видов центров. Это центры, собственно, ФСБ, ведственные центры и корпоративные центры. Четкое подчинение, как в армии. Все четко понятно. Но, однако, давайте рассмотрим расположение ведственного центра в разрезе субъекта Российской Федерации. Центр находится в таком положении, что может только получать втык сверху, при этом не имея никакого воздействия на вышестоящие органы и обособленные органы местного самоуправления. Хотя все находятся в единой сети, и любое слабое звено в инфраструктуре может повлиять на остальных. Есть множество законов, методических рекомендаций, приказов, но нигде не закреплен статус ведственного центра. Необходимо вносить изменения в федеральные законы и спускать их на регионы, чтобы у регионов было основание для утверждения регионального закона. Скорее всего, необходимо вносить изменения в 149-й ФЗ, а не в 187-й, потому что он относится не ко всем. Рассмотрим пример вам. Это статистика за последний месяц с одной из площадок, на которой стоит наш IDS. Статистика примерно одинаковая от месяца к месяцу, но в последнем увеличилось количество торрентов в два раза. Во время чемпионата мира прошлого года была точно такая же проблема. Мы мониторим, видим атаку, уязвимость, отправляем информацию ответственному специалисту на площадке и не получаем никакой обратной связи. Атака, брутфорс, дедос уже прошли, и через час данные сообщения уже будет неважно, ресурс будет взломан и будут потеряны множества данных. Но никакого воздействия на них мы не имеем. На этом наша полномочия, как говорится, все. Многие могли бы сейчас подумать, так в чем проблема? Раз сам не можешь справиться, отдай все в ноутсорсинг. У нас целый форум этому посвящен. Но, конечно, есть безусловный плюс. Многие озвученные мной проблемы ложатся на коммерческий сок. Но остаются неразрешенными следующие проблемы. Административную и уголовную ответственность делегировать невозможно. Чтобы контролировать качество оказанных услуг, должен быть специалист компетенции и квалификации не ниже специалиста коммерческого сока. Должны также находиться специалисты, способные оперативно выполнять рекомендации этого сока коммерческого. Если отдавать и администрировать средства защиты полностью на аутсорсинг, то я посажу себя на иглу, и есть риск остаться без какой-либо защиты в случае прекращения финансирования. А такое уже было, когда в середине года казначейство закрывает поток денег. Для меня непонятна роль коммерческого сока в системе госсопка. Если вы заметили, на той схеме, которую я предоставлю по строению госсопка, собственно, они не предусмотрены. Какая их роль в этой схеме? Также вопрос банковской гарантии какой-то либо страховки в случае некачественного оказания услуг этим коммерческим соком. По аналогии с удостоверяющим центром должны быть требования по аккредитации коммерческих соков. Буквально на днях в первом чтении приняли изменения в 63-й ФЗ. И теперь удостоверяющие центры, аккредитованные, должны иметь капитал не менее 1 миллиарда рублей, а также размер финансового обеспечения от 200 миллионов рублей. Я считаю, здесь аналогии прослеживаются. Так что в итоге? Проблем огромное количество, и некоторые из них перед вами на экране. Я выступаю здесь, чтобы обозначить данные проблемы и, возможно, дать толчок для выработки какого-то консолидированного решения оказания помощи со стороны регуляторов. Есть молодые перспективные специалисты, которые хотят изменить мир к лучшему, в том числе в области информационной безопасности. Поэтому нам требуется помощь в достижении благих целей. Как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...